Что не удалось сегодня, почему команда проиграла? Вроде бы сравняли счет, там какие-то надежды были, момент даже такой опасный был. Во-первых, спасибо всем ребятам. С 0-2 показали характер, перешли во втором периоде в три звена. Может быть, немножко не хватило, поэтому немножко не дотерпели, где-то моменты не реализовали. В принципе, в целом играли хорошо, поэтому, я думаю, претензий никому, в принципе, нет. А тебе вот насколько сложно было от профессионального хоккея перейти к этому хоккею, учитывая то, что здесь немножко другие правила? И я так понимаю, что вот эти удаления, которые бывают эпизодически, они тоже связаны с тем, что здесь нет силовой борьбы, и немножко к другому хоккей все-таки ты привык? Ну да, перестройка была, понадобилось какое-то определенное время, какое-то точно не скажу. Но все равно это было 3,5 года назад, когда заканчивалась карьера, поэтому сейчас уже перестроились, но именно те ребята, которые приходят сразу после завершения профессиональной своей деятельности, сразу приходят в нашу лигу, и им тяжело, они еще какое-то время находят себя в ней. Поэтому они не блистают так, как блистали, допустим, в чемпионате КХЛ. Какой вообще уровень сейчас этой лиги, и такое количество мастеров, которые, мне кажется, не то что в ВХЛ, а в КХЛ могли бы еще поиграть? Ну, уровень с каждым годом растет, в КХЛ идет омоложение. Много ребят, которым немногим за 30 просто остаются без команды, А так как всю жизнь играли на высоком уровне, тяжело потом спуститься на лигу ниже, то есть в ВХЛ. Это тяжело по себе знаю, поэтому люди, есть какой-то у них, грубо говоря, был какой-то доход, да, есть что-то у них, что-то свое, да, И они просто уже для себя, для души идут играть в золотой дивизион, РТХЛ, вот, именно где все бывшие, все все прекрасно понимают. Травм как таковых-то особо здесь не случаются, потому что все, ну, соображают, что делают на поле. Единственное, что там шайба может отскочить или там плюшка, но это от этого никто не застрахован. А так в целом уровень, ну, очень-очень-очень высокий, с каждым годом он все больше и больше растет, и уже вот просто так, абы как выйти, уже нужно готовиться, то есть и в зальчик походить где-то, и лишний раз где-то на тренировочку сходить покататься, чтобы соответствовать уровню, который сейчас в золотой лиге. А ты вообще сам рад, что играешь в этой лиге? Я вообще рад, что я играю, на самом деле. Мы больны этим делом, поэтому сейчас, на данный момент, это самый высокий дивизион, и чтобы здесь играть, ну, нужно быть, в принципе, хорошо подготовленным. Поэтому я очень рад, что я здесь нахожусь.